напротив священство это самая сегодня актуальная тема земле на небе нет такой темы на небе нет проблем со священством потому что на небе царствует ка-ген-гадоль первосвященник по чину мелхиседека это не какой-то вам иисусик христосик которого люди придумали себе как такого доброго башка который выполняет все желания людей и сделали нового идола и идол иисусик христосик рисует его изображает поклоняется целуют плачут жалеют его бьют его когда он там не отвечает на их молитвы ну как обычные язычники поступают с идолами своими носят крестики изображения ну и так далее это все идолопоклонство и это никакого отношения к священству колен к дож не имеет колен к дож это священство вечное которое пришлось небес это не придумано из преисподней это не демонические учения это учение священных писаний и священных людей сегодня мы поговорим о привилегии когенов и ответственности когенов о их звании и избрании о том откуда произошло священство что такое священство и что такое храм как место концентрации священников храм где собер собраны сосредоточены священники и для какой цели и связи с этим станет понятно предназначение города иерусалим и предназначение всех величайших святынь ведь если читать историю иерусалима то оказывается у иерусалима поставил называется город мира но город мира пережил 80 захватов 80 цивилизации хватали иерусалим били за иерусалим вот я чуть-чуть вам прочитаю из истории это древняя столица израиля где нет полезных ископаемых нет полей где выращивать пшеницу нет больших источников питьевой хотя это не совсем правда но уже более 30 столетий армии разных народов борются за этот город и как же иерусалим стал центром трех религий привлекая миллионы туристов и паломников со всего мира и вот находим в истории первые воспоминания иерусалиме в восемнадцатом девятнадцатом веках до рождения еще а до новой эры и в египетских надписях проклятий он упоминается под именем русалимус и в списках из тела марны 14 лет до нашей упоминать как урусалим в надписях фараона санхирива в конце восьмого века урусалиму до завоевания царем давидом носил название евус книги бытия упоминается как шалем полный совершенный на древнееврейском языке слова иерусалим звучит как иерушалим что означает город мира но мирную судьбу иерусалима назвать нельзя ни один город на земле не пережив за свою историю столько разрушений и катастроф он менял хозяев 8 более 80 раз за время его существования его 16 раз разрушали и 17 раз восстанавливали хананеи филистимляне ассирийцы иудеи греки персы вавилоняне римляне египтяне византийцы арабы мамлюки крестоносцы турки все они сражались заплат сражались за право обладать иерусалим его разрушали десятки раз но он снова и снова восставалась с праха и пепла и вы знаете два случая разрушения двух храмов 9 ава в один день в разное время царь навуходоноса вавилонский царь и римская империя разрушали храм дотла после этого ну достаточно еще сказать что над первым храмом соломона шломом трудились от 7 лет 70 тысяч носильщиков 80 тысяч каменотесов и почти 4000 надзирателей самое удивительное что за это время ни один рабочий не пострадал не было ни одной травмы ни один не заболел никто не болел и никто не умер и даже инструмент ни один не сломался это из истории из преданий о строительстве храма я добавлю еще что во время жертвоприношений когда храм был залит кровью животных реки крови стекали в гиену так называемые ущелье где находился городской мусор городская свалка гиена и туда лились потоки жертвенных животных не было на территории храма ни одной мухи ни одной что было как само по себе знамение для евреев о божьем присутствии сверхъестественном предназначении этого места и после смерти шломом царство распалась тыс 570 598 году на выхода на ссора садил иерусалим и после неудачных восстаний и иудеев 586 году до но новой эры полностью разрушил иерусалим жёг храм соломона большинство населения города было уничтожено либо уведено в рабство в вавилон но в 580 538 году персидские царки разрешает частично возвращение изгнанников и начинаются работы по восстановлению города и храма и в 516 году происходит освящение второго храма и потом мы читаем что в семидесятом году рим разрушает храм 9 ава запылал второй храм весь иерусалим был превращен в руины храмовая гора была распахана а в сто тридцать пятом году после этого еще время прошло после подавления очередного восстания в иерусалим приезжает римский император адриан чтобы уничтожить все напоминающие об историческом прошлом евреев иудеи называет сирия палестина а иерусалим получает новое название или я капитолина на развалинах древнего храма по императорскому повелению было сооружено святилище юпитера капитолийского а евреям под страхом смерти запрещалось ходить в иерусалим о и конечно это стало причиной падения римской империи она в скорости была полностью уничтожена дальше в 335 году начинается строительство множество христианских церквей рим принимает христианство и иерусалим становится центром христианство в 335 году осветили храм гроба господня 638 году это уже наша эра халифа man ибн аль-хаттаб завоевывает иерусалим город оказывается под властью ислама на территории храма которая до этого времени была превращена в свалку мусора строится мечеть аль акса святыня мусульман при мусульманах иерусалим стал называться аль кудс святой место с которого как считается магомед вознесся на небо чтобы получить коран следующими правителями было египетская династия фатимидов которую сменили в 1077 году турки сельджуки их жестокость по отношению христианам была одной из причин одной из причин крестовых войн то есть турки вызвали гнев такой резонанс был в европе что папа римский и цари князья той местности не в европейские собрались в поход на святое место забрать гроб господень в основном такая идея была и вот в 1095 году папа римский урбан 2 призвал католиков европы освободить из рук неверных главную святыню христианского мира гроб господень на целый век то есть на столетие иерусалим стал центром царства крестоносцев до 1187 года правление крестоносцев вызвало интенсивную христианизацию иерусалима чтобы вы знали это интересно многие мусульманские святыни были превращены в церкви например мечеть купол скалы в церковь храма господня мечеть аль акса в церковь соломона главная резиденция ордена тамплиеров крестоносцев сменяет знаменитый завоеватель востока саладин затем приходят мамлюки при мамлюках иерусалим становится центром мусульманского богословия множество паломников устреляется в город мамлюки всячески подчеркивали значение иерусалима для ислама поощряя строительство мечети и заезжих дворов для паломников с 13 14 веков иерусалим становится одним из центров мусульманской учености христианам не запрещалось посещать святые места но например за вход храм вознесения паломник должен был вносить определенную плату мамлюки мало заботились об экономическом развитии иерусалима поэтому несмотря на превращение города в религиозный центр экономическое положение у населения которое концу 15 века вряд ли превышало 10 тысяч человек было весьма тяжелым в 1517 году город захватывает турецкий султан селим начинается 400 летняя эпоха владычества османской империи при султане сулеймане великолепно вокруг иерусалима была возведена новая стена сохранившаяся до наших дней все что вы видите это построено на руинах вековых руинах того что мы называем историей иерусалима и вот султан великолепный поставил эти стены они до сегодняшнего дня стоят в 1517 году шесть из современных ворот старый город тоже были сооружены в царствовании султана но вскоре годы бурного строительства сменились периодом застоя в глазах турецких властей иерусалим перестал быть стратегически значимым и стал всего лишь фортом для отражения набегов кочевавших по пустыне бедуинов интересно император наполеон также предпринимал попытку завоевать иерусалим в то время он командовал армией но еще не был главой государства самом начале его карьеры наполеона пришла в голову мысль завоевать для евреев иерусалим таким образом исполнить пророчество вот что мы не знали о наполеоне наполеон наполеоновская авантюра закончилась так быстро что история почти ничего не говорит о ней но я был в том месте где наполеон останавливался там показывают куда прибыл и приплыли корабли в яфе и потом у него была штаб-квартира и он был на поле называемом армагеддон где будет последняя битва и сказал что это идеальное место для сражения он верил библию он верил пророчества и ведь он хотел своей силой армии своей властью изменить историю но у него ничего не вышло и поэтому ему не дал не удалось дойти до иерусалима его армия была остановлена у города акка конец турецкого владычества положил 1917 году английский генерал аленби британский фельдмаршал лорд аленби в составе его армии находился еврейский легион ой вы кричите ветерана еврейского легиона вступает в иерусалим без боя пешком знак уважения к святому городу на ближнем востоке был установлен режим управления великобритании по мандату лиги наций не увенчавшиеся успехом попытки английского правительства примирить арабских и еврейских жителей палестины вынудили англию передать этот вопрос на рассмотрение в организации объединенных наций в 1947 году генеральная ассамблея организации объединенных наций приняла решение о ликвидации британского мандата и разделение палестины а 14 мая 1948 года бен гурион да будет благословенно его память провозглашает израиль независимым государством правда свою независимость израильтянам пришлось завоевывать последовавшей на следующий же день войне израиля со всем арабским миром то есть 14 мая объявили о создании государства 15 началась война которая идет до сегодняшнего дня уже больше семидесяти лет ой вы кричите кто понимает вот какая земля коленов вот какая земля из израиль текущие молоком и медом но не для всех потом и кровью для многих текла на потом и кровью и слезами многими значит результатом этой войны которая началась на следующий день после провозглашения и государства израиль произошло разделение иерусалима на арабскую впоследствии и лордан скую и израильскую части киордане отнеслись также западный берег реки ордан значительная часть галилеи к сирии относились голландские высоты 13 декабря 1949 года правительство израиля официально произносила иерусалим столицей государства израиль и перевело к несет и правительство учреждений стель а в его в иерусалим но с тех пор история города не прерывается этот город знает войны и мир победы поражение любовь и ненависть богатство и бедность радость и боль своего народа и сегодня сюда приезжают миллионы людей со всего мира с надеждой и верой потому что иерусалим это город веры город откровения где все кажется выстраданным и выстроенным самим творцом поаплодируем автору молодец хорошо написал очень хорошо ну что же для нас а его и кричите а что же для нас а для нас нужно вернуться в историю во времена бытие 29 глава где ли я мучимая родами рождает сына сына которого она нарекла это был третий ее сын она нарекла его именем леви леви переводится прилепился или сказала теперь прилепиться ко мне муж мой ибо я родила ему трех сыновей и леви стал третьим сыном якова от ли и нелюбимой жены нелюбимой официально нелюбимой случайно попала она в жены ему и не была любимой никогда архей любимая родила ему тоже сына попозже и так далее и 12 колен израиля это сыновья рожденные четырех женщин две жены любимая и нелюбимая и две наложницы наложница нелюбимой и и яков таким образом дал в историю 12 мощнейших корней 12 мощнейших семян из которых вырос современный народ израэль основа всей нации еврейской нации на планете земля и мы изучаем историю для того чтобы понимать ответственность когенов наше звание избрания сейчас в коген году ли ящу ага машехи который есть на веки коген священник основатель гильдии священства народа святого людей избранных для священно действий здесь на планете земля и чем ближе возвращение коген году ли ящу а тем больше армия священников оживает приходит откровение приходит понимание приходит разумение духовное и приходит открытие слова божьего оливье мы еще скажем что у него было три сына и эти сыновья герсон кафа и мираре еще родилась дочь йохаведа йохаведа стала женой амрама сына кафа то есть племянник она вышла замуж за своего племянника родила аарона моисея и мариам и левий умер в возрасте сто тридцать семь лет долгожитель потомки левия называются сегодня левиты или леви потомки аарона называются коэны или коганы из них набирались всегда в истории и сегодня это не исключение служители скини и истиной служители скини и мощи скини и давида и также храма шлама храма языки храма который функционировал вплоть до рождения жизни и жизни смерти и воскресения еще а мащеха нашего коген гадоля и скиния от слова скины означает шатер палатка мешкан означает обиталище или пребывание еще называют храм и скинию уэль муэд шатер встречи или шатер собрания уэль муэд скины мешкан это слова которые мы будем учить потому что они из оригинального языка что было скиния вначале это было скиния потом храм стационарное здание первое здание переносилось место на место и прибыла в иерушалай в одни давида давид перенес скинию в иерусалим и на этом месте поставил соломон храм что такое скиния храм для чего это нужно место это место принесения жертвоприношений это место хранения ковчега завета до построения иерусалимского храма который был создан пол строго по образу скини синоним слова скини еще и слова сука или куща и и праздник суккот это праздник воспоминания скинии суки когда всевышний путешествовал вместе с народом своим по земле хамешкан запишите себе в словаре хамешкан означает обиталище мишкан а и душ означает место пребывание свидетельства то есть ковчега скрижали жезла и манны мишкан а и душ мишкан а шеем еще называют скинию место пребывания имени святого имени состоящего из четырех букв еврейского алфавита ют-гей-вал-гей и называли скинию мешкан хашем место пребывания имени ют-гей-вал-гей место где шехина творца прибывает на земле еще в словарик запишите слово о-гэл шатер о-гэл-моэд скиния собрания скиния о-гэл-гэл шатер свидетельства мешкан а-гэл-мээд место пребывания скинии собране и не понимая Назначение храма скини Огел Гаэдут, Мишкан Огел Моэт, Огел Моэт, Огел, Мишкан Гаэдуш, Ха Мишкан, или Сука, или просто Мишкан, или Мишкан Гашем, или место пребывания Шхины, присутствие Творца на земле. Мы не поймем, что же такое церковь, что же такое сегодняшняя скиния, которую Всевышний обещает восстановить в последние дни, восстановить скинию Давидову Патчу. Для этого прочитаем мы книгу «Исход». И вот 39-я, 38-я, тут все эти главы, все эти главы, 37-я, как Бецелел сделал ковчег из акации, 2,5 локтя длиной. Это был ковчег, и потом сделали шесты, сделали чашечки, сделали светильник, менора, сделали жертвенники, сделали все, изготовили мир для священного помазания, изготовили благовония, возжигать курение на жертвенники, благовония для воскурений. И также сделали чан, подставку из меди, чтобы священник омывался, мекву сделал перед входом в шатер встречи. И делали три двора, внешний, святое и святое святых. Из голубой, пурпуровой, багряной пряжи соткали одежды для богослужения в святилище, соткали священные одежды для огорона, как повелел Моше Адунай. Из золота, голубой, пурпурной, багряной пряжи и тонкого льна сделали эфот. Для этого золото расплющили в листы, разрезали их на нити, и из этих нитей голубой, пурпуровой, багряной пряжи и тонкого льна соткали ткань с орнаментом. По сторонам к эфоду пришили наплечники. Поясок эфода был соткан так же, как сам эфот составлял с ним единое целое. Он был соткан из золотой нити, голубой, пурпуровой, багряной пряжей и тонкого льна. Так повелел Моше Адунай. То есть ничего не делалось от себя. Не как мне нравится, не как мне кажется правильным, а только так, как ты увидел. Потому что скиния земная, есть прообраз скинии истинной, которая на небесах. Там все точно так, как здесь написано. Придя в вечность, придя в эту вечную скинию, мы увидим Когенов, мы увидим Коген Гадоля, первосвященника, мы увидим помощников Коген Гадоля и увидим, как священодействие истинного святилища влияет на всю вселенную. И вот вопрос, мы хотим стать частью священства святого? Или мы хотим оставаться пятидесятниками, баптистами, харизматами, с бесконечными ссорами, спорами в богословии и плотской жизнью? Если вы хотите стать командой Коген Гадоля, вам сюда, сюда заходите, будем разбираться. И завершилась работа над скинией и шатром встречи, тридцать девятый исход. Сыны Исраэля вы сделали все в точности, так, как повелел Моше Адонай. Они принесли Моше скинию, покров, все их принадлежности, застежки, рамы, перекладины, столбы, опоры, также покрытие из дубленных баранних шкур, покрытие из тонковыделанной кожи, завесу, ковчег завета, его шесты, навершия, стол, его сосуды, хлеб, что будет лежать перед лицом Господа, светильник из чистого золота и лампы, которые должны стоять на нем, все его принадлежности и масло для него, золотой жертвенник, масло для помазания, благовоние для воскурений, полок для входа в шатер, медный жертвенник с медной решеткой, его шесты, его утварь, чан с подставкой, завесы двора, его столбы, опоры под них, полок для ворот, двора, веревки и колышки, колышки, всю утварь для служения в скинии, мешкан, шатре встречи, а также одежду для богослужения в святилище, священной одежды Ахарона, священника Коген Гадоля и священческие одежды его сыновей Когенов. Как повелел Моше Адунай, в точности так сыны Исраэля все и сделали. Моше оглядел все, что они сделали, все было сделано в точности, так, как повелел Адунай, и Моше благословил их. С этого началась первая скиния, прообраз скинии сегодняшней. Не понимая скинию старую, не поймем скинию новую. Не изучая скинию старую, не поймем скинию новую. Потому что, в принципе, ничего не поменялось. Все то же самое. Вопрос священства остался таким же. Вопрос храма остался таким же. Описание храма, принципы храма, законы храма остались точно такими же. И вот сороковая глава. Это феноменальная глава в Священном Писании, где написано, что Адунай сказал, Моше в первый день первого месяца поставь скинию шатер встречи, внеси туда ковчег завета, закрой его завесой, внеси туда стол и расставь на нем все, что нужно. Принеси светильник менора и расставь на нем лампы. Перед ковчегом завета поставь золотой жертвенник для воскурений. На входе в скинию повесь полог. Перед входом в скинию шатер встречи поставь жертвенник для всесожжений. Между шатром встречи с жертвенником поставь чан. Наполни его водой. Вокруг устрои двор, а в воротах двора повесь полог. Затем возьми масло для помазания, помажь скинию и все, что в ней есть. Освети скинию и всю ее утварь, и они станут святынею. Святынею. Помажь также жертвенник для всесожжений. То есть святыня это кадош. Помажь также жертвенник для всесожжений. Все его утро освети жертвенник, и станет он кадош. Га-кадош. Святое святых. Помажь чан и его подставки. Освети их. Потом приведи огорона сыновьями ко входу в шатер встречи. Омой их. Надень на огорона священной одежды. Помажь его. Освети его, чтоб он стал моим когеном. Моим когеном. Вы понимаете, почему мы не можем стать когенами без предварительной подготовки? И вы понимаете, что всю вашу жизнь Руаха Кодыш вас вел к подготовке когенам. Стать когеном. Когеном настоящим последнего времени. Священником скини истины. И вот так, как в одни Моисея, так и в наши дни, в дни Ешуа, в дни Руаха Кодыш, мы становимся священниками. Священством святым. Кадош когене. Первый день месяца, первого месяца, второго года, скиния была поставлена. Моше поставил скинию, он уложил опоры, установил на них рамы, соединив их перекладины, установил столбы, накрыл скинию покровом, сверху сделал покрытие, как повелел ему Адунай. Моше взял завет, положил его в ковчег, имеется ввиду скрижали, прикрепил к ковчегу шесты, возложил на него навершие, внес ковчег в скинию, повесил завесу, закрыв ею ковчег завета, как повелел ему Адунай. В северной части скинии, шатра, встречи, Моше поставил перед завесой стол, разложил на нем хлеб перед Господом, как повелел ему Господь. В южной части скинии, шатра, встречи, напротив стола, Моше установил светильник, Менора, расставил на нем лампы, перед Всевышним, как повелел ему Адунай. В шатре встречи, перед завесой, он поставил золотой жертвенник, воскурил на нем благовоние, как повелел ему Адунай. На входе в скинию он повесил полок у входа в скинию, шатер встречи, он поставил жертвенник для всесожжений и совершил на нем всесожжение и хлебное приношение, как повелел ему Адунай. Между шатром встречи и жертвенником он поставил чан и наполнил его водой для миквы, для омовения. Ойвей, что такое крещение? Это омовение перед тем, как ты входишь в святое святых. Моше Агарон и сыновья Агарона омывали в нем руки и ноги, когда им нужно было войти в шатер встречи или подойти к жертвеннику, как повелел Моше Адунай. Вокруг скинии жертвенника он устроил двор, а в воротах двора повесил полок, завершил Моше свой труд и, 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 только он завершил свой труд и тут же, неожиданно, величественно, могущественно, облако скрыло шатер встречи. То есть, облако славы, и шхины, шхина, присутствие Творца, пребывающая на земле, сошла на Мишкан Гашем, место пребывания имени Юд Гей Вав Гей, страшного великого имени. И в Мишкан Гаэ Душ, место пребывания свидетельства, где был ковчег, скрижали жезл Агарона, манна и так далее, в этой куще Сукэ, созданно по небесному образцу, начались жертвоприношения. И хранителями всего этого, служителями всего этого святого, были потомки Леви, Леви третьего сына, Ли от Якова. И потомки Леви, Агарон, Моще и Мариам, это были наиболее значимые, выдающиеся сыны Леви, через которых началось священнослужение в Охэл Моэд, или Охэл Га Эдут, или Мишкан Охэл Моэд, это место пребывания, скини в собрании. И не понимая этого, вы не поймете ничего, и дальше никто не идет. Никакого пришествия не видать. Пришествия входят когены, когены готовят возвращение, когены готовят восстановление третьего храма, и когены будут служить в третьем храме здесь, на этой земле, подготавливая возвращение своего Ма-Ши-Яха. И вот когда Шхина его придет, она нас заберет из храма на небеса Шхина славы, присутствие Божие. И мы этого очень сильно ожидаем. Еще очень важное место Писания евреям, послание евреям. Ну, чтобы вы не думали, что только Ветхий Завет об этом говорит. Все говорит об одном. Все, все. Только не все слышат. Седьмая глава, послание евреям. Я читаю Еврейский Новый Завет, перевод и комментарий Давида Стерна. Малки-Цедек пишет автор. Малки-Цедек, мы понимаем, кто это, да. Мелхи-Цедек. Царь Шалема, Коген, Бога Гаэльона, все понятно, Когеном все понятно, встретил Аврагама, возвращающегося с места поражения царей, и произнес Браху. Вот таким образом Когены держали пальцы, рук, произнося Браху. И благословил его. А врагам же отдал ему десятую часть сего. Мы говорили вчера о десятинах, о важности понимания десятины и пожертвования. Это Божья святыня. Она принадлежит Всевышнему. Воровство святыни карается строго. Крадущий из храма становится преступником высшего уровня. Крадущий из храма, или как Ягуда из кариота, крал из сокровищницы, пожертвование для Ишоа, где собирался, ящик денежный, и был покаран, точно так будут покараны все крадущие у Всевышнего десятины. Все. Ни один не избежит, если только не будет покаяния. Понимание, сознание и покаяние. И вот Аврагам отдал ему десятую часть всего. Итак, прежде всего, исходя из значения его имени, он царь праведности, кроме того, царь Шалема, что значит царь мира, покоя. Шалема, слово родственное шалом, которое означает не только мир, но также здоровье, благополучие, целостность или совершенство. То есть, Иерусалима. Это можно заключить из Псалма 75-3, где Шалем, Салим, отождествляется с ционом в поэтическом приеме параллелизма, а также из традиционных еврейских источников. Царь мира в книге Исшаяху, 9 глава, 6 стих, одним из важнейших порочист, он назван князь мира, покоя, сар-шалом, сар-шалом, князь мира, покоя. Третий стих. Нет никаких сведений о его отце, имеется в виду, малки цедр царь Шалема, коген бога га Эльона, нет никаких сведений о его отце, матери, прародителях, нет родословия его, рождения, смерти, но подобно Божьему Сыну, он остается когеном навечно. Есть предположение, что это сам Ишуа вышел с причастием и причастил Аврагама. Он вынес хлеб и вино, как и когенам Нового Завета, он дал тело и кровь, и причастил их себя, своей сущности, своего естества. Дело не в том, что у малки цедека действительно не было отца, матери, прародителя, рождения и смерти, а в том, что в Танахе нет никаких упоминаний обо всем этом. Этот факт позволяет автору сделать медраж учения о том, что малки цедек остается когеном навечно, подобно Божьему Сыну Ишуа, у которого не было отца человека, который существовал в качестве слова еще до своего рождения, который после своей смерти продолжает существовать. И можно сделать следующий медраж. Танах не говорит о малке цедеке ничего, кроме того, что он был когеном. И поскольку Танах является вечной истиной, можно предположить, что малки цедек навечно остается когеном. Этот медраж составлен по всем канонам еврейской традиции, поэтому не имеет особого смысла отмечать, как это делают ученые, склонные понимать все буквально, что малки цедек несомненно имела родителей и умер, подобно остальным людям. Также не стоит полностью принимать традиционную еврейскую точку зрения о том, что малки цедек это сын Шема, вавилонский талмуд, не дарим 326. Поскольку Танах имеет для нас больший авторитет, нежели традиция. Обратите внимание также на использование хлеба и вина малки цедекам и Ешуа. Автор не проводит эту параллель, по-видимому, потому что она не имеет отношения к его теме. Четвертый стих. Подумайте только. Подумайте. Включайтесь. Насколько велик он был. Даже патриарх Аврагам отдал ему десятую часть лучших трофеев. Далее. Пятый стих. Потомки Левии, ставшие Коганим, имеют в Торе заповедь брать от народа десятую часть дохода, то есть со всех своих собственных братьев, несмотря на то, что те тоже происходят от Аврагама. Однако, малки цедек, не будучи потомков Левии, взял с Аврагама десятую часть. Кроме того, он благословил Аврагама, получившего обещание от Всевышнего. А благословляющий, вне всяких сомнений, выше благословляемого. Более того, в случае Коганим десятая часть берется смертными людьми, а в случае малки цедека она берется тем, кто, судя по свидетельствам, все еще жив. Девятый стих. Можно пойти еще дальше и отметить, что Левии, который сам получает десятую часть, заплатил десятину в лице Аврагама, поскольку находился в теле своего праотца Аврагама, когда тот встретил малки ЦДК. Следовательно, если бы было возможно достигнуть цель через систему Коганим, восходящую к Левии, так как в связи с этой системой народу была дарована Тора, для чего нужен был Коган иного рода, о котором сказано, что он сравним с малки ЦДК и отличен от А-Га-Ру-На, ибо если система Коганим была преобразована, непременно должно произойти преобразование Торы, то о ком идет речь, принадлежит другому колену, из которого никто никогда не служил у жертвенника, так как всем известно, что Адонай Ешуа произошел из колена Егуды, и что Моше, говоря о Коганим, не сказал об этом колене ни слова. Это становится еще очевиднее, если появляется Коген иного рода, подобный малки ЦДК, который стал Когеном не на основании предписаний Торы о физическом происхождении, но по причине силы жизни не подвластное уничтожению, поскольку сказано Ты Коген навеки Гаолям Коген Гаолям сравнимы с малки ЦДК. Итак, с одной стороны, предписание данное ранее упраздняется по причине своей слабости и бесполезности, поскольку сама по себе Тора никого не могла привести к цели, с другой же стороны дается надежда на нечто лучшее, и посредством этой надежды мы приближаемся к Юд-Гей-Вау, Геи. Кроме того, Юд-Гей-Вау, Геи дал клятву. В отношении нынешних Коганим не давалось никаких клятв, но Ешуа стал Когеном на основании клятвы, данной Всевышним, который сказал ему, Адонай поклялся и не передумает. Ты Коген вовеки. Это также говорит о том, насколько лучше тот договор, поручителем которого стал Ешуа. Более того, нынешних Когани много, потому что смерть не позволяет им оставаться в должности навечно. Он же, поскольку живет вечно, не передает свою должность Когена, кому бы то ни было, а следовательно, в полной мере способен спасать тех, кто приближается к Юд-Гей-Вау-Гей, через него, поскольку жив вовеки и таким образом вовеки способен ходатайствовать о них. Именно такой Коген Гадоль нам и нужен. И он у нас уже есть. Аллилуйя. Именно такой Коген Гадоль нам и нужен. Святой Кадош, без всякого зла и порока, отделенный от грешников и вознесенный превыше небес. Тот, кому не нужно, подобно другим Коганим Гдолим, ежедневно приносить жертвы, сначала за собственные грехи, затем за грехи народу, поскольку он принес жертву однажды, раз и навсегда, отдав самого себя. Тора назначает в качестве Коганим Гдолим людей, имеющих слабости. Но отрывок, говорящий о произнесенной клятве, отрывок, написанный позже, Торы назначает на эту должность сына навечно достигшего цели. Вот что такое причастие. Это напоминание нам о вечной жертве, о единократном приношении равного, которому не было, нет и не будет. И не нужно. И причащающийся подтверждает свою веру и свою верность завету. В этом и есть цимус. В этом и есть смысл глубочайший. В этом и есть изюминка, которую не все сегодня скушали еще. Потому что мясо не умеют есть, пьют только молоко. А это мясо, мясо, которое надо съесть. Это очень важно, потому что на этом сегодня, на краеугольном камне, который называется Коренгадоль Юдгей Вавгей Шоа, на нем строится храм из живых камней. Откроем кефу. Второе кефы, вторая глава. Также еврейский Новый Завет. Для тех, кто понимает, конечно. Однако были среди людей лжепророки, как и среди вас будут лжеучители. Обманным путем они введут пагубные ереси, отвергнув даже Коренгадоля, выкупившего их и таким образом навлекут на себя скорую погибель. Взохенвей кричите, мама дорогая, многие последуют их разврату, из-за них истинный путь подвергнется злословию. Вот эти все противники закона, все законоборники, это и есть вот эти негодяи, которые развращены этим Евангелем процветания, этой вседозволенности, этой свободой лживой и так далее. Они вводят все больше пагубных ересей, а когены, которые знают Тору, знают Танах, которые помазаны в пророческом, апостольском и учительском настоящем служении, для них это просто отвратительно, это мерзость запустения, стоящую там, где ее не должно быть. Но это будет. Многие тысячи, тысячи следуют их разврату, и за них истинный путь подвергнется злословию. Поэтому христианство такое слабое сегодня. В своей алчности, вот что их интересует, деньги, алчность, они будут злоупотреблять вашим доверием при помощи вымышленных историй. Приговор, вынесенный им уже давно, не замедлит, погибель, хрм, не дремлет. И этот суд мы провозглашаем над всеми лжеучителями, лжепастырями, лжеапостолами и лжепророками. И те, кто последовал за ними, остановитесь, пока не поздно. Посмотрите себе под ноги, куда вы идете. Это широкий путь, ведущий в погибель. И многие туда пошли. Поищите узкий. Узкий путь, куда идут немногие. Это таких людей сейчас немного, их легко найти. Их немного, у них нет больших аудиторий, у них нет больших финансов, у них нет больших БМВ, у них нет больших домов за 20 миллионов долларов. Нету. Они скромные, немногочисленные, но они говорят об одном, макоген, гадоли, ешуа, почину, малхи, цедек. Все. Они говорят о святости, о праведности, о храме, о скинии, о восстановленной скинии Давида. Они посвящены восстановлению священства святого. Коген кадош. Но мы живем в эпоху ладикийского периода, когда церковь превратилась в такого, знаете, самодовольного, самодостаточного, крутого христианина, который говорит, да что такое, все уже свершилось, там и молиться не надо, потому что все уже он сделал. Я только ему щелкну пальцами, бац, и все падает. Эти учения ширятся среди лохов. И лох это лишенные общества Христова. И их очень много, миллионы, миллионы последователей. И движет им алчность, и они все время говорят о деньгах, деньгах, деньгах. Мы говорим о законе, а не о деньгах. Мы говорим о торе, а не о деньгах. Мы говорим о священстве, о коген кадош, а они говорят о вседозволенности, свободе и так далее. В своей алчности они будут злоупотреблять вашим доверием при помощи вымышленных историй, которые нельзя проверить. Приговор, вынесенный им уже давно, не замедлит. Погибель ХРМ их не дремлет. Сейчас мы все это будем видеть, вперед ногами будут выносить. Ибо Всевышний не пощадил согрешивших ангелов, ангелов, не пощадил, но вернул их в мрачные темницы, находящиеся под Шеолом. Шеол, мы читали о богаче, который попал в Шеол и хотел хоть мизинчик бы, этот лазер бы ему дал попить, на мизинчике принес бы водички. А это место еще страшнее и мрачнее под Шеолом находится, где они заточены до дня суда. Согрешивших ангелов, то есть Бнейга Элогим, сынов божьих, или сынов ангелов, также называемых Нефилим. Нефилим переводится падшее. Нефилим. Эти ангелы пали с небес, с того места, где им следовало находиться. Стали входить к дочерям человеческим. Теперь же это духи, находящиеся в заточении, которые Всевышний держит во тьме, сковав их вечными оковами до наступления Йом-Кипур Великого Дня. Суда. В своих описаниях Кефа и Игуда основывается на собственном богатом опыте и на более ранних еврейских источниках, расширявших повествование книги Бетие, Берешит и так далее. Также не пощадил он, пятый стих, второе послание Петра, вторая глава, Древний мир, но уберег Ноаха, как было во дни Ноаха, так будет в дни пришествия, он уберег Ноаха, глашатая, циткейну, или правды, праведности, и вместе с ним еще семерых и навел потоп на мир нечестивых людей. Он также осудил города Сдом и Амора, превратив их в пепел и руины в знак предупреждения. Как было во дни с дома и Аморы, так будет пришествие. При этом спас Лота, праведника, который страдал из-за разврата этих безнравственных людей, так как нечестивые дела, которые, видимо, слышал праведник, живя среди них, день ото дня доставляли невыносимое мучение. Мучение. его праведному сердцу. давайте скажем поэту, Адонай знает, Адонай знает, Адонай знает, как спасать, как спасать благочестивых людей от испытаний. И как сохранить нечестивых до дня суда, не переставая их наказывать. Вот это время, эпоха, в которой мы живем. Теперь Первая Петра, Первая Петра или Первая Кефы, Вторая глава. Поэтому избавьтесь от злобы, Коэны, слушайте внимательно, избавьтесь от злобы, обмана, лицемерия, зависти и от всякого рода злословия. И будьте словно новорожденные младенцы, жаждущие чистого молока слова, ибо через него вы возросли к избавлению, ибо вы вкусили, что добр Адонай. Приходя к нему живому камню, отвергнутому людьми, но избранному драгоценному для него, сами вы, Коэны, Хаверимы, Ешуруны, Шайфтимы, все словно живые камни, созидаемые в духовный дом, чтобы быть Коганим, отделенными для Всевышнего и приносящими духовные жертвы, угодные ему, благодаря Ма-ши-я-ху Ешуа или Коген-гадолю почину малки цедек, цедек, царь правды. Это очень сильно, очень. Сами вы, Коэны, которые слышат нас, как живые камни, созидаемые в духовный дом или Бэйт, Руах, Гакодеш, дом Святого Духа, чтобы быть Коганим священниками. Вы хотите быть Коганим? Вам придется стать Коганим? Иначе в храм вас не пустят. В храме только священники, потомки потомки священника Коген Гадоль Ешуа. Хам Ашиеха. Почину малки цедека, вечный священник над Домом Божьим, о котором Всевышний поклялся, что он навеки священник. Он вечный священник вечного завета, вечных истин и вечных откровений. Вечных. Вечно это всегда. Вот мы прочитали историю Иерусалима, 80 с лишним раз завоевывали, переходил из рук в руки город. Но я вам скажу, что тот храм, который стоял изначально, в котором Адам общался с Всевышним, Адам был там. Камень, который там, отвергли его строители сегодня, он стал главой угла. Этот камень называется Мориа. Он находится на храмовой горе. Физический камень. Но духовный камень краеугольный, драгоценный, истинный. Он был там заложен сразу прежде создания мира. Он вечен. Вечен. Почему Ишо приходил в Иерусалим как себе домой? Да потому что он там всегда вечно был. Он вечно пребывающий, вечный. И почему его тянуло в Иерусалим? Почему он плакал в Иерусалиме? Почему он столько говорил к храму обращаясь? Почему он так много раз общался с священниками того времени? Почему он шел к первосвященникам и книжникам и фарисеям? Почему он хотел восстановить священство святое? но они не захотели а теперь вопрос к нам а мы? вот он хочет опять восстановить священство а мы хотим это? или нас устраивает наша ладикийская действительность богат разбогател ни в чем не имея нужды ходит такой самодовольный надутый пузырь и тут хлоп и все лопнуло только брызги полетели и где тут пузырек делся? где тут богатый христианин что много жертв нету его исчез ой ой как жаль как жаль говорят пастыря плачут такого даятеля лишились сразу церковь упала рухнула благосостояние хочется плакать об этом еще раз приходя к нему живому камню отвергнутому верующими христианами но избранному всевышним богом ютгей вавгей драгоценному для ютгей вавгей сами вы вы словно живые камни созидаемые в духовный дом чтобы быть коганим священниками отделенными кодош для ютгей вавгей всевышнего бога и приносящими духовные жертвы для вас для вас для вас кто верит не для всех это он драгоценен вот богатство мое не сколько евро у меня на карточке а камень драгоценный я вижу сейчас я на нем строю я на этом основании стою я стал частью этого камня прирос к нему я прилипнул к нему как вот имя леви переводится прилепился я прилепился я леви да я леви я прилепился к нему я прирос к нему всеми своими силами всеми своими естеством духовным естеством ему нельзя плотью прирасти но только духом дух к духам соединяющиеся с господом есть один дух с господом идет сближение сближение а потом стыковка и дальше все что камень имеет он отдает мне потому что я с ним соединился а все что я имею я даю ему и теперь вся моя жизнь через него через него я приношу жертвы я приношу исповедание я приношу действия я приношу молитвы моления прошения благодарения всевышнему и я молюсь о восстановлении священства святого и так для вас кто верит ему он драгоценен но для тех кто не верит тот самый камень который отвергли строители но стал он краеугольным кроме этого камень который люди приткнутся камень который станет причиной их падения они притыкаются от слова не покоряясь ему это ко всем законоборникам христианам они притыкаются от слова не покоряясь ему в чем и состоял замысел это ловушка всевышнего закон это ловушка всевышнего это искушение которое общее для всех и те кто проходят правильно это искушение они прирастают камню живому а кто не проходит отвержены это мусор они приткнулись и пали а мы встали и стоим прямо они притыкаются от слова не покоряясь ему в чем и состоял замысел но вы давайте громко скажем но вы но мы мы не лохи мы имеем общество мы и ох имеющие общество христово но вы избранный народ коганим царя святой народ народ принадлежащий всевышнему для какой цели чтобы возвещать хвалу о призвавшем вас из тьмы свой чудесный свет когда-то вы были не народом но теперь вы божий народ вы не были помилованы прежде но теперь помилованы дорогие друзья я призываю вас как странников и временных жителей не поддаваться желаниям вашего старого естества которое продолжает противоборствовать вам но вести среди язычников такую добродетельную жизнь чтобы они даже если сейчас говорят о вас как о злодеях увидев ваши добрые дела воздали славу всевышнему в день его пришествия ради еще амашеха подчинитесь всякой человеческой власти императору как представителю высшей власти а также наместникам поставленным им для того чтобы наказывать преступников и поощрять делающих добро ибо божья воля в том чтобы своими добрыми делами вы положили конец невежественным речам глупых людей подчинитесь как свободные люди не позволяющие своей свободе служить оправданием злу как божьи рабы относитесь ко всем с уважением любите братство бойтесь всевышнего почитайте императора слуги подчинитесь своим хозяевам оказываем почтение во всем и не только тем кто добр и заботлив но тем кто суров поскольку если кто-либо думая о боге стойко переносит боль незаслуженного наказания это благодать кричите ой вы я не знал оказывается вот она в чем благодать я думал благодать когда 100 рублей нашел на дороге вот это благодать нет благодать это когда вы подчиняетесь и доброму хозяину и злому ибо какая может быть похвала если вы подвергаетесь заслуженным побоям за свои проступки но если вы стойко переносите наказание несмотря на то что поступки ваши добры это заслуживает одобрения со стороны всевышнего ведь к тому вы и призваны поскольку им ашир страдал ради вас показал вам пример чтобы вы следовали по его стопам он не согрешил не было лжи в устах его подвергнувшись оскорблениям он не оскорблял в ответ страдая он не угрожал но передал все тому чей суд справедлив он понес наши грехи в своем теле на стойку казни то есть на крест чтобы мы умерли для грехов и жили для праведности его ранами мы исцелились только в этом случае ибо вы блуждали как овцы но теперь вернулись к пастырю охраняющему вас пастырю греческое по имен часто переводится как пастор охраняющего вас и на дальнем переводе сказано блюстителю душ ваших греческое слово епископос означает тот кто наблюдает то есть охранник смотритель слово блюститель в определенной мере отражает это значение в тех христианских деноминациях где существует должность епископа этот пост подразумевает наблюдение за работой пасторов поместных общин но в новом завете слова блюститель пастор и руководитель практически взаимозаменяемы итак священство святое 9 стих первое послание Петра 2 глава восстановление священства книга Иисуса Навина 18 7 ибо священство есть удел их евреям 7 глава 24 стих а сей имеет священство неприходящее то есть нерушимое неизменное оно работало эффективно в ветхом завете и оно работает не менее а более эффективно в новом завете поэтому наше священнодействие сейчас это причащение тела и крови мы совершаем это по написанному в ту ночь которую Машиер был предан он взял хлеб возьмите хлеб и вас благодарив преломил вас благодарите преломите и подал и сказал примите едите это есть тело мое взял хлеб отдал тело это акт чудотворения и сейчас что у тебя в руке если до сих пор хлеб то ты еще не священник но если уже тело то ты уже священник ты уже ко ген гад доль ты часть первосвященника ты его команда ты его тело тело а он глава тела также чашу и сказал эта чаша есть новый завет в моей крови делайте это когда будете пить в мое воспоминание апостолы учат священников что всякий раз когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию вы возвещаете смерть что есть смерть это священно действие приношение жертвенного агнца своею кровью искупившего нас богу священники он выкупил часть человечества которая приняла его жертву приняла его откровение и находится в этом сегодня те которые приняли его он дал власть быть чадами божьими никогда не народ а ныне народ всевышнего никогда не помилованные а ныне помилованы вот моя милость рахем у меня в руках я держу мою рахем мое умилостивление перед всевышним мой агнед закланный и я должен его есть как песах на песах нужно было кушать агнца нужно было кушать опресники нужно было пить вино как знак соглашения с всевышним это заповедовал всевышний как образы и это достигло и наших дней никто не отменит до пришествия причастия и никто не имеет права на причастие как только священники если вы священник всевышнего вы творите это в его воспоминания ибо всякий раз когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию вы возвещаете смерть коген гадуля священника он же и жертвенный агнец и это происходит до его возвращения отеля и отеля до его